Всем привет, друзья! Вы на канале Like It Round Mix. Наше новое видео, как обычно, о том, что нас впечатлило или понравилось. Когда погода позволяет, мы понемногу разнообразим свой летний отдых прогулками по Киеву. Кто еще не подписан, поддержите наш канал подпиской, мы постараемся сделать его еще интересней. И в этот раз мы идем в музей паровозов, музей железнодорожного транспорта. Кстати, кто хочет увидеть и другие наши интересные походы, ссылочка будет в описании под видео. А мы уже легко добрались на метро до цели нашей прогулки. И вот центральный железнодорожный вокзал Киева, где и расположен наш музей. Прямо на 14-й путь нам нужно выйти, и на время карантина надо направляться в подземный переход. Мы шли по нему, но все-таки интересно увидеть территорию музея сверху, поэтому с южного вокзала мы все-таки зашли в крытый мостовой стеклянный верхний переход. И вот смотрите, какой хороший обзор отсюда практически на всю территорию. Все вагончики, паровозы, ну и, конечно, действующий вокзал рядом. Можно посмотреть. Сразу делимся полезной информацией. С 8 утра до 8 вечера ежедневно работает музей. Но надо не забыть с 12 до 13 часов, то есть до часу дня в музее есть перерыв. И вот уже он выход на 14-й путь. Мы идем сверху, уже посмотрели, теперь идем поближе. Касса музея прямо на его территории, прямо на входе. Вот она, будочка справа. И цена билетов очень бюджетная. 50 гривен стоит билет для взрослого. И для школьников, и для студентов, для всех. Короче, только деткам до 6 лет вход бесплатный. Внимание, наш отвлек маневренный тепловоз. Утащил он в депо вагоны электрички. Но мы возвращаемся все-таки к своим паровозикам. Три их должно быть. А еще тепловозы, пассажирские грузовые вагоны. И везде можно заходить внутрь. Это главное преимущество музея. Ну вот он первый здоровенный паровоз. И вот еще. Лазить есть где, заманчивые обстоятельства для детворы. Ну а мы направляемся по порядку. Конечно, мой ребенок уже рванул в кабину машиниста. А мое внимание привлекают огромные колеса. Я подойду сейчас к ним ближе, чтобы хорошо было видно их размер. Меня они поразили. Вот спущу. Сейчас смотрите. Я совсем не низенькая, но на уровне моих глаз вверх колес. Ну, чтобы снять кабину, мне тоже придется все-таки дряпаться наверх. Подъем преодолен. И вот что можно посмотреть внутри. Детям интересно все потрогать и подергать. А меня впечатляет количество всех этих кранов, переключателей. Рычаги вот можно двигать. Но все чистое, красиво, ярко раскрашенное. Детей впечатляет меня тоже. Два сидения находятся в кабине. Можно сесть посидеть. Это, конечно, не офисное кресло. Но как в них можно было на них сидеть сутками, я не представляю. Но можно вот залезть наверх, потрогать там еще рычаги. Но, в общем-то, все мы уже посмотрели. Вот такими вот декорирована крыша. Я не знаю, как правильно сказать. Отделана. И мы спускаемся, идем дальше. Достаточно высоко. Аккуратненько надо слазить. И сейчас почитаем, где же мы были. На каждом экспонате есть таблички. Достаточно информативные и удобно их читать. И вот мы знаем паровозу. Этому уже 71 год. В 49 году прошлого столетия он был построен. И 2000 конских сил, мощность у него. А мой ребенок рванул рядом. Не терпится ему полазить. Вот уже на следующем. Что это? Паровоз, тепловоз. Сейчас почитаем. Но лучше все-таки двигаться по порядку. И пока мы не перенасыщены информацией, мы идем посмотреть первый состав с его знаменитыми пассажирскими вагонами историческими. И первый, самый известный из них, это вагон Столыпина. 110 лет уже его возраст. В 1910 году он был построен. Вагон-салон особого назначения назван он не зря. Всего 6 посадочных мест в нем. И сделан он был специально для Петра Аркадьевича Столыпина, тогдашнего главы Совета Министров России. Именно в этом вагоне приехал Столыпин в Киев в роковом 1911 году, когда и был убит. Дальше тоже не менее известные пассажиры были у этого вагона. В Первую мировую войну этот вагон был передан в состав поезда генерала Брусилова, главнокомандующего Юго-Западным фронтом. Потом ездили министры Временного правительства. А в период гражданской войны пассажирами были Троцкий, Калинин, Сталин. А в 20-е годы вагон отреставрировали и усилили бронированным поясом. Но нам интересно кругом заглянуть во все закуточки. Историческими фактами мы уже перегрузились и теперь только получаем зрителям впечатление. Много необычного в сравнении со стандартным пассажирским вагоном мы здесь увидели. Ванная комната, вот с такой достаточно большой ванной конференц-зал. Широкие кожаные диваны, добротная деревянная мебель. Как бы апартаменты на колесах вместе с рабочим кабинетом. Произвел на нас впечатление и конференц-зал большой и вообще в целиком этот вагон. Мы рассмотрели все детали обстановки и идем в следующий вагон. Этот вагон уже помоложе. В 1939 году был он сделан на 8 посадочных мест и предназначался для советских военачальников, партийных и государственных деятелей. Один из известных его пассажиров это советский военачальник, один из первых маршалов, Климент Ефремович Ворошилов. Мой юный экскурсант конечно впереди. Все трогаем, все проверяем. Я иду следом, медленнее немножко. Но посмотрим. Это тоже вагон-салон. В принципе, то же самое мы будем здесь наблюдать. Только условия чуть современнее, чуть комфортнее. Да, обратите внимание, вот мы снимали ванную комнату. Так только кухонная зона вынесена отдельно в начале вагона, а у каждого номера для каждого пассажира приготовлена отдельная ванная комната, санузел и достаточно большая по тем временам. И поскольку здесь в военные годы размещался штаб, то здесь тоже есть большой зал для совещаний. Но мы идем в следующий вагон. И этот вагон уже обслуживал послевоенные поездки партийной советской элиты. И уже не только рабочие поездки, но и на отдых. Досматриваем мы большой зал, и мой ребенок хочет быстрее удрать к паровозам. Исторические познания нас насытили, и пока я досматривала правительственный комфорт того времени, мой ребенок уже по ближайшей лестнице вылез наверх на паровоз. Но нетерпение его подвело, отсюда в кабину машиниста не зайти, придется возвращаться обратно. Единственное, что можно сделать интересное, фото на память. Но, как я уже говорила, в этом преимущество музея. Нет ограничений в лазании. Можно взбираться наверх на вагон, ну, на цистерны, например, на паровозы, на вагоны спецкаких-то назначений. И, конечно, у этого паровоза тоже открыта к просмотру кабина машиниста. Мне туда тоже придется взобраться, сейчас только почитаем. 67 лет на сегодня этому грузовому паровозу. В 1953 году он был построен на Ворошлавградском заводе. И я для себя с удивлением отмечаю, что всего каких-то лет 50-60 назад вот такие паровозы были королями железной дороги. А, кажется, в моем представлении, это техническая древность, раритеты технической истории. Ну, так действует на восприятие скорость технического прогресса. Ну, а здесь в кабине картина уже знакомая. Куча рычагов, вентилей, переключателей, трубок. Детям опять интересно все трогать, пробовать крутить, перемещать. И вот через стекло видно, куда можно было подниматься на паровоз. Тоже два сидения здесь, но почему-то менее комфортные. Но зато правое окно машиниста открыто, можно в него выглядывать. Во-первых, интересно смотреть сверху, а во-вторых, отличная фотозона. Рядом на площадке есть еще экспонаты исторической техники, обслуживающие строительство и эксплуатацию железной дороги. Разные-разные машины, можно к ним подойти, тоже на них полазить. Но вот так снаружи будете высмотреться в роли машиниста огромного паровоза. Яркий, красивый, эффектный получается вид. Мы, конечно, здесь фотографировались. Нашу тягу к исследованиям паровоз насытил. И мы обращаем свое внимание на еще один раритетный вагон. В 1912 году в Твери он был построен для обеспечения поездок руководителей высшего звена железной дороги Украины. Ну вот здесь тоже можно все открыть, подергать, потрогать. И историческая фишка этого вагона в том, что в 1918 году на станции Фастов по дороге в Киев восстанавливался поезд с этим вагоном. И именно тут политики подписали предварительный текст договора об объединении Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. Это тоже вагон-салон и аналогичная уже виденная внутри обстановка в нем. Но мы все равно пройдем, просмотрим. Сразу же смотрим, заглянем и здесь во все уголочки. И в этом вагоне тоже большой конференц-зал. И вот он, исторический стол. Вполне возможно, что это он был участником тех исторических событий, подписания тех документов. А наше время, выделенное на сегодняшнюю прогулку, подходит к концу. На некоторые вагоны и цистерну еще хочет взобраться мой ребенок. Сделали мы на память фото его восхождений. Конечно, показываем вам, делимся впечатлениями. И поскольку они оказались позитивными, можем смело рекомендовать свободные пару часов на выходных разнообразить вот такой прогулкой. Кому понравилось или было полезным это видео, поддержите наш канал лайком и подпиской. Всем пока-пока!